Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 18 октября, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Гавриила, Дионисия, Григория, Дамиана и Еремии, Матфея. Пусть мир и Божие благословения пребывают с вами, дорогие именинники, и желаю вам радости и помощи Божьей в добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает День памяти святителей московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Иннокентия. Празднование в один день в честь всероссийских святителей Петра, Алексия, Ионы было установлено патриархом Иовом 5 октября 1596 года. Уже святитель Филипп причислил к ним в 1875 году по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского, а святитель Ермоген в 1913 году. Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и всего Российского Отечества. Сегодня мне хотелось бы остановиться на житии святителя Петра. Святитель Петр, митрополит московский, скончался 21 декабря 1326 года. Первое перенесение его мощей было 1 июля 1472 году, когда уже установлено празднование. Второе перенесение мощей святителя Петра было после освящения вновь построенного Успенского собора, а 24 августа 1479 года празднование 1 июля было отменено. Известно также празднование появления мощей святителя Петра по случаю явления супруги Иоанна Грозного, царицы Анастасии. Святитель Петр явился от царицы Анастасии и не разрешил никому раскрывать свой гроб. Он повелел запечатать гроб печатью и установить праздник. От святителя Петра сохранились три послания. Первое – к священникам с увещанием «Достойно проходить пастырское служение», усердно пасти своих духовных чад. Оно заканчивается изложением церковного законоположения о вдовых священниках. С целью ограждения их от нареканий и соблазнов им предлагалось поселяться в монастырях, а дети должны были определяться на воспитание и обучение в монастырские школы. Во втором послании святитель призывает священников быть истинными пастырями, а не наемниками, заботясь об украшении себя христианскими и пастырскими добродетелями. В третьем послании святитель Петр снова дает наставление священникам об их пастырских обязанностях, а мирян увещевает исполнять заповеди Христовы. Выдающаяся церковно-государственная деятельность святителя Петра уже современникам давала основание сравнить его со святителем Василием Великим, Григорием Богословым и Иоанном Златоустом. Главный подвиг святителя Петра – борьба за единство русского государства и благословение Москвы как собирательницы русской земли. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божие благословения пребывают с вами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok